МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Следствие 0,9. Подготовленное при содействии и прислуживом МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуре республики. Студия телекомпании Черкесского Тима Куршева с традиционным обзором происшествий и криминальных новостей за внушим месяц. Сегодня в нашей программе. 4 килограмма героина. Таков улов оперативников Карачаева-Черкесии и Москвы. Присочна деятельность организованной преступной группы. Данные денежные составы были потрачены на собственные нужды. То есть все справки, всякие сведения были ей подделаны. Циничный обман сети. 24-летняя жительница Черкесии заработала миллион, собирая деньги на якобы больного ребенка. В исходе я узнала, что они деньги сняли без нашего ведома. Все сделали. Планировала продать жилье, нарвалась на мошенников. Как жители республики попадают в руки аферистов, пытаясь обналичить сертификат материнского капитала? Со дня этой страшной аварии прошло уже почти полтора года. Почему предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими до сих пор на свободе? Это очень страшно. Вот когда заходишь на кладбище, вместо того, что там увидят пожилых людей, мы видим большинство там молодежи. Правила дорожного движения и заповеди Всевышнего. Что между ними общего? Инспекторы ГИБДД призвали на помощь священнослужителей, чтобы совместными усилиями попытаться изменить ситуацию на дорогах. Сколько фактов дачи и получения взяток было выявлено в этом году? Доходы и расходы чиновников подсчитали прокуратуре Карачаево-Черкесии. 28 августа этого года от Гихабльским районным судом Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор в отношении восьми участников Международной религиозной экстремистской организации «Атакфир Вальхиджа». Деятельность этой преступной группы была пресечена в прошлом году. В результате проведенных управлением ФСБ во взаимодействии с МВД Республики мероприятий у членов организации было изъято огнестрельное оружие, электронные носители с материалами экстремистской направленности, а также религиозная литература экстремистского толка. В ходе расследования уголовных дел установлено, что молодые люди распространяли идеи радикального ислама и вынашивали намерения по созданию на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления. Фигуранты уголовного дела раскаялись полностью, признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. Судебный процесс проходил в особом порядке. Принимая во внимание данные обстоятельства, суд назначил фигурантом наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Условно. Крупный улов. Тем временем сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики совместно с коллегами из МВД России пресечена деятельность трех организованных групп, которые занимались сбытом наркотических средств на территории Карачево-Черкесии и других регионов России. В настоящее время задержанные находятся под стражей 10 активных ее участников. В ходе проведенных оперативных мероприятий в Москве и Карачево-Черкесии у данных лиц было изъято более 4 килограммов героина. По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков приняты процессуальные решения. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества или участие в нем». Не так давно в одной из наших программ мы делали сюжет, героиней которого стала Галимат Охтова. Женщина, судя по ее словам, нарвалась на мошенника. Случилось это, когда она решила продать свою квартиру. В итоге осталась без денег. И вот после мучительных хождений по различным инстанциям, в которых она пыталась добиться справедливости, наступает еще один важный этап. В минувший вторник в Черкесском городском суде состоялось первое заседание по этому уголовному делу. В 2017 году дочь Галимат Охтова решила приобрести у своей матери жилье на средства материнского капитала. При этом оформление документов женщины доверили посреднику и передали ей доверенность. В последующем, использовав данный документ, так называемый риэлтор обналичила его в банке и похитила принадлежавшей и потерпевшей более 400 тысяч рублей. Доказать факт мошенничества в таких случаях сложно, так как сами потерпевшие вверяют документы мошенникам. Мы никогда не занимались такими делами. Нам пришлось риэлтора. Мы наняли этих риэлторов. Риэлтор одна, сперва Шереметова была, нормально, вроде бы документы забрала, и она пропала с моими документами, телефон поменяла. Ну, я начала обращаться, но в исходе я узнала, что они деньги сняли без нашего ведома. Все сделали, куплю-продажу сделали. Их было трое, Капушева, Фатима, Караева, Марьям и Шереметова, Елена. В 2017 году я пошла, заявление написала, так как я себя посчитала пострадавшей. Я без комнаты, без денег осталась. И вы знаете, что-то очень плохо было, потому что 7 месяцев меня почему-то полиция за нос водила, якобы уголовное дело идет. А на самом деле, когда я уже начала наверх идти, два месяца только они поработали, мое дело в архив сдали. Вот Караева, да, они втроем, у них, они все материнский капитал обналичивали, свои. Но капитал материнский обналичивается, чтобы детям что-то купить, а у них втроем недвижимости нету, они квартиры снимают. Тогда их никуда. Тогда они обналичкой своими занимались, и им не хватило, и получается полуреспублики они кинули. Вот в данный момент я единственное, вот надеюсь на судью, на суд, что они по закону все решат, чтобы люди вот это увидели, которых они кинули, чтобы следом за мной пошли и заявление написали. Женщина уверяет, что она не единственная пострадала от рук этих мошенниц. Увидев наш предыдущий репортаж, сделанный еще год назад, на связь с ней вышли еще несколько обманутых жительниц республики. Но в отличие от Галимат Кахаровны, они не обращались в правоохранительные органы. Ведь не секрет, что за незаконное обналичивание сертификата материнского капитала под следствие может попасть и его обладатель. Подобные обманы происходят преимущественно из-за незнания гражданами порядка распоряжения средствами материнского капитала. Люди обращаются к посредникам и зачастую становятся жертвами мошенников. И это в нашей республике далеко не первая группа лиц, которая попадается на подобном виде мошенничества. Еще одно уголовное дело было направлено в суд в 2018 году. И в сентябре прошлого года был вынесен обвинительный приговор в отношении трех жительниц республики, которые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества со средствами материнского капитала, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 1 миллион 170 тысяч рублей. Обвинение в суде доказало, что соучастницы, имея правоустанавливающие документы на домовладение, расположенное в селе Важное у Жигутинского района и доверенность на право распоряжения им, ввели в заблуждение местных жительниц, которые получили сертификаты на материнский капитал и намеревались их использовать на улучшение своих жилищных условий. Получив от потерпевших доверенности на приобретение в их собственность недвижимости, злоумышленницы заключили фиктивные сделки купли-продажи указанного недвижимого имущества, и на основании чего впоследствии обналичили в банке по доверенности средства материнского капитала. Мошенники зарабатывают на чем угодно. Особо циничные обманывают доверчивых пенсионеров или же наживаются за счет тяжелобольных детей. Если вы думаете, что в нашей республике нет таких аферистов, то ошибаетесь. В поле зрения полицейских недавно попала 24-летняя жительница города Черкеска. Как выяснилось, молодая особа зарабатывала на сердобольности граждан. В течение года она собрала около миллиона рублей. При этом ей даже не пришлось работать или прилагать к этому каких-либо усилий. Девушка разместила на своем аккаунте в Инстаграм фото девочки, которая якобы является ее родственницей и нуждается в пересадке костного мозга. После этого объявила сбор средств на лечение малышки. На мольбу о помощи откликнулись многие. Репосты со страницы девушки сделали в том числе админы популярных в нашей республике аккаунтов. Вот так, сами того не подозревая, они помогли мошеннице в ее обмане. Примечательно то, что аферистка умудрилась подделать справки. На документе в одном из фоторедакторов нарисовав фальшивую печать. Все это выглядело довольно убедительно. В облаку уровня ВДП Карачащайской республики поступила оперативная информация о том, что не установлено лицо на социальной группе Инстаграм разместило объявление о сборе денежных средств на ребенка. В ходе проверки оперативной информации сотрудниками было установлено, что данное объявление липовое. Ребенка не существует такого с такими данными. Также выяснилось, что разместившим данное объявление была жительница Карачащайской республики, именно города Черкесска, 97-го года рождения, порядка 23-24 лет ей. В ходе своей преступной деятельности данная гражданка собрала около миллиона рублей. Данные денежные составы были потрачены на собственные нужды. То есть все справки и всякие сведения были ей подделаны преднамеренно. Воспользовавшись определенными программами, она начала убеждать людей о том, что данный сбор действителен, что необходим, размещала данное объявление уже со своей страницы в различные группы масштабные, с большим количеством подписчиков, чтобы осуществлялся наибольший сбор денежных средств. В любом случае, если осуществляется сбор денежных средств на человека, который болен или у кого какой-то диагноз, эти все болезни, они подтверждаются в первую очередь Минздравом. Есть соответствующие справки, соответствующие выписки из больницы, из больничного листа. То есть это все должно будет прилагаться к этому объявлению. То есть эту информацию надо проверять, направлять запросы соответствующим органам. Недостаточно просто потребовать у человека, там пришлите нам ту справку, эту справку. Опыт показывает, что любую справку на сегодняшний день можно подделать. Это все. А если вам из соответствующего органа, то есть из того уже Минздрава придет официальный документ о том, что да, действительно у нас на учете есть такой ребенок, там человек с такой-то болезнью, то эта информация будет более правдива. К сожалению, сегодня таких лжеволонтеров развелось огромное множество. В нашей республике это первоподобные случаи, но представьте, какое количество их по всей стране. Добросовестные благотворительные фонды и различные ведомства объединяют усилия, чтобы избавиться от проблемы незаконных сборов на лечение тяжелобольных детей. Зачастую аферисты просто копируют сканы документов, фотографии малышей из групп в соцсетях, которые ведут во время сбора родителей, меняют данные, реквизиты счетов и незаконно обогащаются. Способов обмана много, поэтому сотрудники полиции рекомендуют доверять только проверенным источникам. Это могут быть известные благотворительные фонды, аккаунты министерств и ведомств. В скором времени начнется судебный процесс в отношении 34-летнего жителя Аула Хабес, который в марте этого года, по данным следствиям, двигаясь на своем авто, допустил столкновение с большегрузом. По предварительной информации, трагедия случилась потому, что мужчина выехал на полосу встречного движения. Легковушку от удара с КамАЗом буквально искорежило. Во время аварии в машине находились 7 человек, в том числе двое малолетних детей. Они скончались от полученных травм. Тяжкий вред здоровью был причинен водителю еще двоим пассажирам ВАЗовской, 99-й. Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание, в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подобные происшествия всегда вызывают общественный резонанс, так как человек с нормальной психикой не может оставаться равнодушным к трагедии. Но бывает и так, что при всей очевидности произошедшего водитель, по чьей преступной халатности произошла авария, остается на свободе. А убитым горем родственникам, пострадавших или умерших, приходится оббивать пороги различных инстанций и добиваться справедливости. Сегодня нам хотелось бы вспомнить обстоятельства еще одного резонансного ДТП, в результате которого погибли двое молодых людей. 12 мая 2018 года на 44-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомашины «Тойота Прадо» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Киа Риа». В результате ДТП, получив травмы, несовместимые с жизнью, погиб 19-летний пассажир «Киа» Владислав Глацкой. Спустя три дня после аварии, так и не придя в сознание, в реанимационном отделении Карачао-Черкесской клинической больницы скончался еще один пассажир легковушки. Наш земляк Аски Рузденов, водитель, искореженный от удара «Киа», также получил серьезные травмы. Предполагаемый виновник автоаварии, управлявший внедорожником, скрылся после происшествия. Родственники и свидетели уверены, что за рулем «Тойоты» был сейчас уже экс-мировой судья Урупского района Максим Якуш. По словам очевидцев, он находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В машине лежали алкогольные напитки, то есть пиво лежало и бутылка водки была. Эти кадры страшной аварии мы не раз показывали в наших программах. Журналисты федеральных каналов также не остались равнодушными к происходящему. Но несмотря на то, что со дня этой трагедии прошло уже почти полтора года, дело не сдвинулось с мертвой точки. Предполагаемый виновник ДТП по-прежнему остается на свободе. Почему так происходит, нам непонятно. Безопасность дорожного движения – одна из постоянных тем в наших выпусках. Ее актуальность подтверждает сама жизнь. Лишь за одну неделю сентября в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 29 человек были травмированы. Статистика не радует это, несмотря на то, что за последнее время значительно увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения. На дорогах появилось еще больше камер фото и видеофиксации. Сотрудники госавтоинспекции проводят периодические рейды. Однако, несмотря на многочисленные мероприятия, направленные на повышение дисциплины водителей и пешеходов, количество дорожно-транспортных происшествий не уменьшается. Вот уж воистину остается уповать только на Всевышнего. В минувшем месяце сотрудники отдела ГИБДД по городу Черкесском встретили со священнослужителями, чтобы совместными усилиями попытаться изменить ситуацию на дорогах. В прошлом году правительством Российской Федерации была принята стратегия безопасности дорожного движения, согласно которой смертность на дорогах в 2024 году в нашей стране должна уменьшиться в несколько раз до уровня европейских стран. Пока же аварийность в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, это настоящее бедствие. Еще бы, ведь в ней соединились две исконные российские беды – дураки и дороги. Но если со вторыми за последнее время ситуация несколько улучшилась, то первые по-прежнему сплошь и рядом. Сотрудники отдела ГИБДД по городу Черкесску пытаются всеми способами повлиять на умы участников дорожного движения, как самых юных, пока еще пешеходов, так и опытных водителей. Среди них достаточно много верующих людей, а потому инспекторы решили использовать еще и возможность донести свою пропаганду через проповедь. «Мы посетили городскую мечеть, находящуюся по улице Ленина, города Черкеска, провели беседу, на которой присутствовали имамы с обоих городских мечетей. То есть наша цель, чтобы на проводимых намазах они могли довести это для тех людей, которые посещают мечеть и церковь, ну и все остальные вообще осознали то, что ПДД не зря написано, его надо соблюдать». Правила дорожного движения, как и законы Божьи, высшей ценностью ставят человеческую жизнь. В радикальном смысле она звучит как «не убей» ни себя, ни ближнего своего. «Это очень страшно. Вот когда заходишь на кладбище, вместо того, что там увидят пожилых людей, мы видим большинство там молодежи. И если смотреть внимательно, это дорожно-транспортное происшествие. Каждый раз, когда кто-то звонит, говорит, кто-то умер, боишься спрашивать, сколько им лет. Почему? Потому что это молодежь. Но Аллах сказал в Руане, не убивайте сами себя. И если человек превысил, скажем, 130-140, и получилось ДТП, и человек умер, это будет ему перед Аллахом, как он убил человека. Мы все это должны сказать. Вот, например, кто от меня слышал это, вы передайте это, так-то сказал имам, или вот так, иншаллах, надо работать. И мы общими силами как-то, ну, дай Аллах, Аллах Субхан Хватар, чтобы нам помог». В ходе беседы священнослужители обратились к сотрудникам госавтоинспекции с ответными просьбами. В частности, речь шла о проблеме столпотворения автомашин возле мечети, в часы коллективных намазов, особенно в пятничную молитву и в праздники. Взаимопонимание было найдено. «Будем выдвигать по казницам сюда наряд, на проведение намаза. Чтобы не было сопровождений. Чтобы не было, да, пробок, не мешали дорожному движению, чтобы остальным гражданам, которые участвуют в дорожном движении, не было помех. Возвращаясь к религии и автомобилям, следует отметить, что несмотря на разницу между их появлениями в несколько тысячелетий, сегодня по внешнему виду железных коней часто легко определяется вероисповедание их хозяев. Религиозную символику вешают под лобовое стекло, наклеивают возле госномера и даже окропляют машиной святой водой. Однако главный оберег для водителя – это всё-таки его внутреннее понимание потенциальной опасности за рулём. Если угодно, его можно выразить и в таких простых и понятных пословицах, как «бережённого Бог бережёт» или «на Бога надейся, но сам не плашай». И мы с вами должны быть очень внимательными и в этой части, и в этой сфере нашей жизни. Будем очень внимательны к правилам дорожного движения. Не читайте это какой-то мелочи. Жизнь человека, здоровье человека – это дар всемогущего, милостивого Бога, Отца Небесного. И мы к этому дару должны относиться грешливо. И, конечно, самое лучшее научение – это личный пример. Дай Господи и мне, священникам, и вам, христианинам, быть добросовестными исполнителями правил дорожного движения. Не нарушать эти правила. Понимать, что за этими правилами стоит безопасность и нас самим, и наших пассажиров, и тех, кто находится на дороге. Сколько фактов дачи и получения взяток было выявлено в этом году? Сколько заработали и потратили чиновники и государственные служащие? Почему некоторые из них в декларациях забывают указать данные о своем имуществе? Прокуратуре Республики традиционно подвели итоги деятельности надзорного органа в сфере противодействия коррупции. Журналистами региональных СМИ встретился старший помощник прокурора Карачева-Черкесии Али Макаофф. За прошедшие 7 месяцев 2019 года органами прокуратуры проведена большая работа по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Выявлено чуть больше 3,5 тысяч нарушений. Внесено около 1500 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения части из которых 482 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Большая часть этих нарушений, по словам старшего помощника прокурора Республики, была вскрыта в ходе анализа информации, предоставляемой чиновниками, муниципальными служащими и другими должностными лицами в своих декларациях о доходах и расходах. По-прежнему в документациях находятся многочисленные несоответствия. В частности, в своих декларациях некоторые забывают указать не только принадлежащие им и их супругам автомобили, но и земельные участки. Нередки случаи, когда у чиновников находятся неотраженные в декларациях счета в кредитных организациях, причем на некоторые из них по-прежнему поступают немалые суммы. Как и прежде, абсолютное большинство нарушений выявлено в органах местного самоуправления. Это 67% от всего количества нарушений. Нарушения законодательства о противодействии коррупции в текущем году выявлялись в службе судебных приставов, Министерстве внутренних дел, Народном собрании, Парламенте республики, Министерстве по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, Министерстве труда и социального развития, службе занятости населения и других министерствах и ведомствах. Али Макаов напомнил, что в таких случаях служащий может быть уволен в связи с утратой доверия. Ответственность может понести не только тот, кто скрыл сведения или предоставил недостоверные данные, но и руководитель того или иного учреждения, в котором были вскрыты такие факты. В случае, если будет доказано, что работодатель был в курсе сокрытия информации. Также Али Макаов озвучил, что правоохранительными органами республики в текущем году было выявлено 142 преступления коррупционной направленности, в том числе 14 фактов взяточничества. «Работа по выявлению преступлений коррупционной направленности в текущем году проводилась в Джигутинском районе, там выявлено всего два преступления. В Карачаевском районе три преступления, в Зеленчукском районе четыре преступления. В текущем году осуждено 21 лицо за совершение различных видов преступлений коррупционной направленности». Эти лица в основном получили условные сроки. Лишь один из них поплатился своей должностью и свободой. Проверки прошли и проходят в различных учреждениях. Из-за взятки были пойманы представители различных сфер деятельности. Среди них есть и руководители, и простые служащие. В поле зрения правоохранителей попали три начальника почтовых отделений, заместитель директора одного из медучреждений, преподавателя, главы крестьянско-фермерских хозяйств и многие другие. На этом наш выпуск подошел к концу. Если вы стали очевидцем какого-либо чрезвычайного происшествия, делитесь с нами в сети. Присылайте видео и фото на аккаунт телекомпании «Черкеск». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова